В Татарстане Ушу считается одним из самых популярных видов восточных единоборств. Занимаются более 400 жителей республики. Ушу тренирует и развивает навыки самообороны. Приемы кулачного боя, акробатики и дыхательной гимнастики влияют на развитие ловкости и быстроты реакции. А также это просто зрелищно. Несмотря на свои 12 лет, Идалия уже успела добиться большого успеха. За 6 лет занятий Ушу девочка имеет множество наград. Она многократная призерка чемпионатов России, Европы и мира. Но на достигнутом решила не останавливаться. Призерка чемпионата России Дали стала на третий год обучения. Это довольно быстрый путь. Многие спортсмены за три года такого не достигают. Но есть еще над чем работать. Сейчас она занимается шестой год, впереди международные чемпионаты. Мои родители сначала хотели отдать меня на танцы. Но потом мой папа нашел этот вид спорта в Казани и привел меня на тренировку. И первую тренировку я просто наблюдала, смотрела, как у них проходит тренировка, как они все это делают. Мне очень понравилось, как они прыгают, садятся в позиции. Все очень красиво. И я решила пойти не на танцы, а на уши. Соревнования проходили весь день. Сначала выступили юные спортсмены от 6 лет. Ближе к вечеру участники постарше, до 29 лет. Данный чемпионат стал уже традиционным, проходит третий раз в Казани. Сегодня он собрал у нас 87 участников. Для сравнения, в прошлом году было 73 участника. Это говорит, что интерес к данному виду спорта растет, занимающийся становится все больше. Чемпионат по уши отборочный. Судьи выберут порядка 60 лучших спортсменов для участия в республиканском первенстве, который состоится в Казань 6 февраля. Оценивается в выступлениях техническое исполнение, насколько правильные и четкие удары, низкие позиции и сложности элементов. А для этого участнику необходимо владеть хорошей координацией, быстрым мышлением, физической выносливостью и растяжкой. Первое место я на 9 занятий. Думаю, у меня обязательно получится, особенно в Дзиане. А так чемпионат мне очень даже нравится. Дворец единоборств, факбарс, уже стал как родной дом, потому что здесь чаще всего проводят соревнования и чемпионаты. У нас одна соперница у меня младше, и у нее немножко шансов меньше. Ну, так она очень хорошо делает. И одна соперница на равных. Отличившиеся спортсмены получили в награду дипломы и медали. Эльмир Глехметова, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.